Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте, в начале короткоглавном. Обманывать доверчивых стало проще. Более 200 уголовных дел заведено в республике по кибермошенничеству. Как не попасть на удочку интернет преступников, смотрите выпуски. Рука помощи. Спасатели МЧС Каспийска вытащили из моря мужчину, который не мог самостоятельно выплыть на берег. Светский этикет, культура общения, домоводство. Эти и другие дисциплины теперь будут преподавать в школе благонравия имени Айшата Хматиловой. Сюжет о церемонии открытия смотрите в выпуске. Еще один дагестанец в UFC. Боец Икрам Алискеров победил соперника за две минуты и получил контракт с лучшей лигой мира. Тема, которая касается практически каждого. Ведь банковскими картами пользуются абсолютное большинство людей и именно они зачастую становятся объектами пристального внимания со стороны мошенников. Способы отъема честно заработанных с каждым годом все ухищреннее. Как же не попасть на удочку интернет-преступников узнавала Патима Тханапова. Ей слово. Повторите, пожалуйста, код карты. А, записывайте. Еще раз. 48? Да, да, нет, да. Продолжайте. Продолжайте. Вы были индифицированы. Таких вот роликов, где люди искренне веселятся, делая вид, что ведутся на обман мошенникам в интернете полно. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и пугая тем, что с карты жертв кто-то списал средства, пытаются выманить у граждан персональные данные. Если же финансовый отдел зафиксирует какие-либо списания, то есть предоставит мне выписку, я могу вам уже предоставить более конкретные пара. Ну, вы же Сбербанк, вы же в курсе, какие транзакции я совершаю. Ну, хорошо, давайте разберемся, поскольку у меня сейчас не очень много времени, вот, ну, у меня сейчас дела намечаются, поэтому мне бы побыстрее с этим разобраться. Какие дела намечаются? Нет, тебя записать на YouTube выложить. И далеко не всегда разговор заканчивается так. Пострадавших хоть отбавляй. Так потерял свой кровно заработанный миллион и житель Дербента. Мошенник убедил его в том, что зафиксирована попытка оформления на него кредита и необходимо перевести средства на другой расчетный счет во избежание хищения денежных средств. Стал говорить, что у меня якобы на меня хотят оформить кредит в размере 500 тысяч. На данный момент надо заблокировать мой лицовой счет, открыть другой, перевести деньги на этот счет, а через остаток возобновить новый. Продиктовали мне расчетный счет, на который я перевел деньги. Сказали, что в течение 10-15 минут деньги вновь поступят на счет. И это не единичный случай. Более 200 уголовных дел заведено в республике по кибермошенничеству. Ущерб оценивается в размере около 150 миллионов рублей. Дагестанцы продолжают попадаться на уловки интернет-преступников. Это только официальная статистика и только за последние полгода. По статистике в настоящее время у нас рост на 18%. Если брать в общую за 6 месяцев, где-то порядка 146 миллионов похищено с банковских карт, с защитой республики Кагистан. Мы уже практически все перешли на счет в банке. Уже зарплату в бухгалтерии мало кто получает. Самая грамотность населения у нас, к сожалению, страдает. Как все-таки не стать жертвой киберпреступников? Главное правило, если вы заметили подозрительное списание, необходимо заблокировать карту сразу же. Далее в течение 24 часов уведомить банк об этом случае. Если эти условия соблюдены, то есть заблокированный счет и обращение в банк произошло, есть еще третье условие для того, чтобы банк вернул средства гражданам. Это условие, при котором должно быть подтверждение, что вы сами по собственной инициативе не скомпрометировали свои данные. Тин-кода, СВС-кода, номер расчета, ну и так дальше. То есть банк в течение 30 дней, рассматривая заявление, если удостовериться в том, что поведение владельца было оправданным, объективным и не вело компрометацией, деньги будут возвращены в течение 30 дней. Но все же самый действенный способ обезопасить себя от дистанционных машинников – это отказ от контакта с ними. Реальные представители банка никогда не будут спрашивать у клиентов их персональные данные. Еще один способ – запретить онлайн-операции со своей карты. Эту опцию можно активировать в приложении банка. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Несчастный случай предотвращен в Каспийском море. Утром в спасательную службу Каспийска обратилась девушка, которая сообщила о том, что напротив прибрежного ресторана мужчина заплыл в море и не может самостоятельно выбраться. Сотрудники МЧС оперативно бросились на помощь и помогли 66-летнему мужчину выбраться из воды. Пострадавший чувствовал себя хорошо и от медицинской помощи отказался. Светский этикет, культура общения, домоводство – эти и другие дисциплины теперь может освоить каждая дагестанка. Сегодня состоялось открытие школы благонравия имени Айшат Ахматиловой. В торжественной церемонии приняли участие муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, представители общественности республики и СМИ. Что же даст девушкам обучение в школе, узнавал Хамзанур Магомедов. Школа благонравия памяти Айшат Ахматиловой открывает свои двери. На официальной церемонии присутствует муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, его супруга и советник Айна Гамзатова, а также родные и близкие Ахматиловой. В актовом зале гостей встречают ученицы и преподаватели учебного заведения. Выступающие ученые-богословы говорили о важности женского образования. Инициатор проекта Айна Гамзатова рассказала об идее создания этой школы. Шейх муфтий Ахмад Афанди, он уделяет огромное внимание благонравию вообще в обществе, возрождению таких благих духовных качеств в обществе нашем. И, конечно, человек, с которым для меня лично связаны благие нравы, это мой близкий человек, это Айшат Ахматилова. По характеру это очень скромный человек, который совершал постоянно, каждый день благие дела. Она ходила изо дня в день с желанием что-то совершить доброе, что-то благое, где-то помочь кому-то, индивидуально, одному человеку, или целому какому-то учебному заведению духовному. Ну, везде все, что она делала, она делала очень скрытно, очень скромно, и об этом мало кто знал. После торжественной части гостям показали просторные учебные классы, столовую и познакомили с образовательным процессом. Школа благонравия будет функционировать как филиал женского центра «Хидает». Это культура общения, это психология, это домоудство, то есть женщины, идеальные женщины этого мира. Чему могут научиться, они все образование получат и в этом центре, в филиале, и в Итаяте. Также будут краткосрочные курсы, трехмесячные и шестимесячные, именно по благонравию. В открытии учебного заведения непосредственную роль сыграли родственники Ашет Ахматиловой. Сегодня мы сделали шаг по развитию нашего общества. Воспитывая дочь, мы воспитываем нацию. В этой школе у каждой нашей сестры будет возможность обучаться таким направлениям, как светским дисциплинам, благонравию, психологию общения, домоудству и многим другим светским дисциплинам. Самое главное, это на основе, соответственно, нормами слома. Поэтому мне особенно приятно, что эта школа будет названа в честь именем моей матери. Также я надеюсь, что каждая капля знаний, которую получат воспитанцы этой школы, воздастся моей матери, иншаллах. На самом деле, сегодня, конечно, очень волнительный день для нас. Но, наверное, еще несколько месяцев назад мы и думать не могли, что может быть вот такое событие в нашей жизни. Но благодаря Айне Гамзатовой, нашему шейху Ахмаду Фанди, у нас есть такая возможность открыть школу имени Благонравия, имени Айшата Ахматиловой. Мать всегда говорила, что все мирское – это не важно. Она всегда говорила, самое важное – это как мы уйдем и с чем уйдем. Школа Благонравия теперь доступна каждой. Здесь принимают всех представителей с прекрасной половиной человечества, без ограничения в возрасте. И, по словам руководства, обучение ведется бесплатно. Школа находится по адресу улица Магомед Гаджиева, 160А. Хамзнур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. 105 детей-сирот получат новые квартиры в Махачкале. Все они расположены в шести подъездах одного дома по адресу Карабудахкинское шоссе, дом 57. Это стало возможно благодаря усилиям главы Дагестана и мэра Махачкалы. Во всех квартирах закончен ремонт, проведено отопление, обеспечено электро- и водоснабжение, установлена сантехника. Во дворе дома благоустроенная территория, имеется беседка и детская игровая площадка. Наконец-то эта проблема решилась. В пятницу, в которой мы провели проверку, там были определенные замечания, чисто технические моменты. Повторный осмотр показывает, что они добросовестно выполнили свои работы, то есть доработали, устранили эти замечания. Мы провели аукцион по тем старым расценкам. То есть в этом плане мы сэкономили стоимость квартир по 10 квартирам. То есть 10 квартир мы дополнительно приобрели за счет сэкономленных денежных средств. Поэтому квартиры, значит, они объемные, с большими площадями приблизительно 50-54 варьируются. Поэтому здесь, со своей стороны, поставщик гарантирует оборудовать кухонными принадлежностями, в том числе электроплитой и мебель первой необходимости. Мне понравилось, что вот здесь будет заключен договор на сопровождение в течение года, как получат жильцы, получат квартиры. И вот застройщик в течение года обязуется контролировать и следить за состоянием этих квартир. Все недочеты будут устраняться. Это очень важный аспект, я полагаю, что он будет реализован. По крайней мере, вот так было услышано с остальными застройщиками. Я знаю, что здесь в микрорайоне Ватан предусматривается строительство школы. Я очень хотел бы, чтобы наше, как говорится, руководство города, республики максимально активно начали бы это спроектировать и начало бы строить, пока не захватили эту территорию. Напомним, ранее администрации Махачкалы неоднократно сообщалось, что участие в аукционах по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут принять строительные компании и владельцы недвижимости, желающие продать свою квартиру в столице Дагестана. Махачкалинский пляж будут реконструировать до конца этого года. На территории заменят инженерную инфраструктуру и плиточное покрытие на тротуарах, установят освещение и отремонтируют подземный переход, соединяющий Радобский бульвар с городским пляжем. Напомним, весной мэрия Махачкалы приняла решение перенести начало работ по благоустройству территории на сентябрь, когда снизится поток туристов и отдыхающих. Как вы знаете, эта территория была определена горожанами в 2021 году в ходе рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства на текущий год. Благоустройство проводится в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также команда администрации города Махачкалы подготовила проект и приняла участие в конкурсном отборе Министерства туризма Республики Дагестан в рамках местных инициатив в области туризма. Сегодня мы видим, что туристов и отдыхающих здесь значительно меньше. Мы уже готовы к началу работ по обоим проектам, территория пляжа будет полностью благоустроена, будут созданы все необходимые условия для полноценного отдыха махачкалинцев и гостей столицы. Эстафета мероприятий, посвященных 165-летию, со дня придания статуса города Махачкале продолжается. В сквере имени Фазуалиевой в знании географии страны и республики соревновались махачкалинцы и гости города, собирая спил с карты. Нет, не туда. Детали карт выполнены из прочных древесных материалов в форме российских регионов и обладающих магнитными свойствами. Участие в сборке принимали взрослые, дети, команды друзей и семейные пары. Самые отличившиеся получили нагрудные знаки и удостоверения «Знаю Россию», «Знаю Дагестан». Данный проект в видеоуроке по географии Дагестана реализован при финансовой поддержке гранта главы республики Дагестан. Это очень отрадно, что у нас в Махачкале проводят мероприятия данного рода. Многие проходят мимо, очень интересуются, а что же это такое, а можно ли подойти, собрать карту. Это, можно сказать, такого рода проверка, как мы знаем наши районы, наши республики, нашего края. Карты – это своего рода такая мозаика, форма государства. Есть еще региональные такие карты. И мы сейчас лишний раз убеждаемся в том, насколько это востребовано, насколько это интересно. То есть люди разного возраста с особым интересом подходят, интересуются, пробуют сложить первые пазлы. Спелс-карты, они очень развивают и мелкую моторику, и пространственное мышление. То есть очень полезно для детей. Как отмечают в столичной мэрии, акция направлена на укрепление воспитания патриотизма, а также культурного и образовательного единства многонационального Дагестана. И о спорте. Дагестанских регбисток чествовали в Минспорта. Сажид Сажидов поздравил спортсменок с успехом на первенстве России в Москве. Воспитанницы республиканской спортшколы заняли третье место на соревнованиях среди юниорок до 19 лет. В турнире принимали участие шесть команд. Дагестанская сборная сыграла в ничью с регбистками Москвы, дважды за турнир обыграла сверстница из Краснодарского края и уступила лишь команде Кемеровской области. Лучшим игроком первенства стала воспитанница дагестанской школы регби Нупайсад Загирова. Можно сказать, третье место это не место. Дагестанцы много разбалованы, но в вашем случае я считаю вы победите. Это ваше начало, это в то, что вы поверили, что можете, это в то, что у вас получилось, вот что-то, да, потому что войти к призёру, призёров, это немалого стоит. Я знаю, насколько сложный вид спорта у вас. Несколько раз был на игре, вот, наверное, мы смотрели. Очень долго работали, уложили очень много сил, очень много слёз, очень много, можно сказать, и тяжело было там. Но мы выдержали это всё, выступили, показали результат. И в дальнейшем, конечно, тоже перспектива будет на первом месте. На этих соревнованиях мы поняли, что мы не уступаем ни одной команде, то, что одна игра просто решила наше место завоёванное, и то недостойное место, не наше место. Ещё один дагестанец в UFC, боец Икрам Галискеров, победил соперника за две минуты и получил контракт с лучшей лигой мира. На отборочном шоу главы UFC Даны Вайта в Лас-Вегасе он одолел бразильца Марио де Созу. Поединок завершился на третьей минуте первого раунда, когда Алискеров болевым приёмом на руку заставил соперника сдаться. Для 29-летнего выходца из села Касумкен Сулеймансальского района это 13-я победа в ММА. Единственное поражение в карьере он потерпел в бою с Хамзатом Чимаевым в 2019 году. Алискеров также имеет в активе титулы чемпиона мира и Европы по боевому самбо. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом всё. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!